Добро пожаловать к нам на канал! Сегодня в выпуске следующие новости. Qualcomm может выкупить часть компании Intel. В разработке находится новая часть серии MyTimeAd. На Xbox начали блокировать за покупки с VPN и многое другое. Qualcomm может рассматривать варианты приобретения части активов Intel. Информация поступила от авторов издания Rooters. По словам журналистов, компания изучает варианты покупки различных подразделений, включая часть, ответственную за производство настольных и мобильных процессоров. В то же время никаких планов по возможной сделке пока что нет. Также, отвечая на запрос журналистов, Intel отметили, что, несмотря на финансовые трудности и высокую вероятность продажи некоторых активов, компания остается привержена своему бизнесу в сфере ПК. Напомним, в текущем году Intel столкнулась с финансовым кризисом, потерпев убытки в размере 1,61 млрд долларов, а также падение стоимости акции на 60%. Для разрешения ситуации был представлен план, в рамках которого собираются снизить расходы на 10 млрд долларов, а также уволить более 15 тысяч человек, то есть почти 15% от всего штата. Студия Firaxis анонсировала серию трансляций по проекту Sidmeier Civilization 7. Официальный анонс состоялся на странице игры на YouTube. Согласно информации, в рамках будущих роликов разработчики планируют поделиться новыми данными о тайтле, рассказав об эпохах свежей механики Civilization 7. Каждая трансляция будет посвящена одной из трех эпох. Первый ролик должен выйти 12 сентября. В нем будет представлена античность и одна из ее лидеров – Хадшипсут. Напомним, релиз Sidmeier Civilization 7 ожидается 11 февраля на ПК, Xbox Series, Nintendo Switch и PlayStation 5. Студия Bethesda поделилась свежими подробностями касательно предстоящего дополнения Shattered Space для Starfield. Официальная информация появилась на странице игры в социальной сети Twitter. Согласно данным из публикации, вместе с DLC в тайтле должны появиться более 50 новых локаций на планете Вару-Ункай, новые грязевые гранаты на основе органического материала, а также более грозные враги, среди которых Искупленные, Ужасы Вихря, Космодесантники и Члены Багрового флота. Напомним, релиз дополнения ожидается на ПК и Xbox Series 30 сентября. Студия Pathia, разработчик проектов MyTimeAtPortia и MyTimeAtCentroc, сообщила о разработке нового тайтла. Это будет третья игра серии MyTimeAt с подзаголовком Evershine. Пока что команда объявила о подготовке запуска кампании по сбору средств на портале Kickstarter. Вместе с ее запуском студия проведет полноценный анонс игры. На текущий момент по ней есть только ключевой концепт арт. Помимо этого, разработчики уточнили, что новый проект получит серьезные обновления в графике, анимации и геймплее, а также более стабильное качество продукта на всех платформах. Анонс MyTimeAtEvershine, а также запуск кампании по сбору средств на ее разработку, ожидается в конце текущего месяца. Более точная дата пока неизвестна. Авторы шоу «Южный парк» рассказали о сроках премьеры продолжения. Информация появилась в рамках интервью Трея Паркера и Мэтта Стоуна из здания The Hollywood Reporter. По их словам, новые эпизоды будут задержаны минимум до 2025 года. В качестве причины такой паузы назвали ожидание результатов выборов в США, а также завершение сделки по слиянию компаний Paramount и Skydance. Помимо этого, авторы проекта уточнили, что в дальнейшем в шоу будет меньше эпизодов, посвященных политике. Одной из причин этого стала личная усталость создателей тайтла от данной темы. Никакой другой информации на текущий момент нет. Издательство Forever Entertainment и разработчик Storm Trident сообщили сроки релиза ремейка сайдскроллингового витамапа Night Slashers Remake. Согласно официальной информации, проект должен появиться на ПК через Steam и GOG, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation 4 и PlayStation 5 26 сентября. Напомним, релиз оригинального тайтла состоялся в 1994 году. Издателем выступала компания Data East. Сюжет проекта предложит игрокам взять на себя роль одного из четырех персонажей. Киборга-охотника на монстров из Америки, европейского охотника на вампиров, азиатского эксперта по боевым искусствам и исполнительницы из китайской оперы. Всем им предстоит спасти мир от апокалипсиса, сражаясь против армии нежити, мутантов и сверхъестественных существ. Разработчики, предстоящие Dragon Age The Vailguard, выпустили новый ролик совместно с созданием IGN. В свежем материале пользователям рассказали о спутниках главного героя, которые будут сопровождать его во время путешествий. Авторы отметили, что каждый из компаньонов представляет одну из фракций, которые появятся в игре. Всего для пользователей будет доступно семь спутников. Это дракон тени – Неф, антиванский ворон – Лукавис, прыгун завесы – Белара, некромант из дозора скорби – Эмрих, серый страж – Даврин, охотница на драконов – Тааш и разведчица – Хардинг. Также в команде будет присутствовать советник Солос. Отмечается, что игрокам стоит с подозрением относиться к его комментариям, учитывая предыдущие поступки. Помимо этого, авторы также напомнили подробности прокачки компаньонов. Так, их развитие будет происходить за счет повышения уровня отношений с главным героем. Это может быть как дружба, так и полноценные романы. Другой информации на текущий момент нет. Напомним, релиз Dragon Age The Vailguard ожидается 31 октября на ПК, Xbox Series и PlayStation 5. В сети появилась информация о сроках цифровой премьеры фильма «Битл Джуз 2». Данные опубликовали на портале DVDs Release Dates. Согласно информации с сайта, лента должна выйти на стриминговых сервисах и онлайн-кинотеатрах 22 октября текущего года. Ее изначальный релиз состоялся 6 числа этого месяца. Подтверждения или опровержения данных от авторов проекта пока не поступало. Напомним, «Битл Джуз 2» – это прямое продолжение картины, вышедшей в 1998 году за авторством Тима Бертона, который также снял и сиквел. «Битл Джуз 2» В то же время часть пользователей напомнила, что недавно компания сделала рассылку, в которой объявила об изменениях в условиях использования своих сервисов касательно ложной информации о местоположении или личности. К примеру, в латиноамериканском регионе некоторые игроки получили сообщение о том, что с 30 сентября на консоли будет запрещено менять регион аккаунта и покупать игры в магазинах других стран. В качестве наказания за нарушение аккаунт будет заплакирован, а все незаконные покупки изъяты. А теперь календарь событий на завтра. Понедельник, 9 сентября. Состоится релиз Warhammer 40 000 Space Marine 2. По франшизе «Атака Титанов» будет анонсирован новый тайтл. Apple проведет свою ежегодную презентацию. С продажи снимут оригинальную Sonic Generations. И состоится релиз проекта Disney Pixel RPG. Там же ссылки на наши страницы Boosty и Donation Alerts для помощи в существовании и развитии канала. Еще раз большое спасибо за просмотр и до новых встреч!